Пришло и ушло целое поколение морки. А ещё говорят, что внутренне... Чё за херня? Та фак? Опа, ещё один ключ. Всё было так просто? Он был просто наверху? Нет, тогда мы сюда сходим. Ой, а здесь вода мутная, да? Или нет? Да, му... Я, наверное, сдох. А чё она здесь мутная? Была же нормально. Стой, 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 стой. А, я теперь вот так пастил, а мы сейчас. Всё окей. Куда это нас приведёт? Я без понятия. Ну, то, что ты можешь лазить по стенам, это очень круто. Опа. А ещё очень удобно. Везде какие-то скелеты. Кстати, огромных существ, так-то, если посмотреть. Наверное, таких же волков. Как тот... Вой? Или как его нам зовут? Символичное такое имя. Так, всё, эти штуки притягиваются. Брызги! Нереально, я не представляю, сколько аниматорам дали денег за такое, но они своё дело сделали. Наверх? Наверх, да. А как? А вот так. Ну и геймдизайн, в принципе. Тоже на высоте. Так. Фига, я там череп отсёк. И чё, наверх? Да, двойной прыжок мне в этой игре пригодится, так что я уже не жалею, что я туда сходил. Он мне ещё не раз жизнь спасёт. Привет. Поговорить с Мокки. Ты дух, что ли? В таком случае трепещи, дух. Перед тобой Мок-храбрец. Знаю неубедительно, но я правда храбрец. Ну, или мог обстать, будь у меня трофей. Например. Ну, например, череп воя. Или клык, если череп тяжело тащить. Я слышал, как Вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клык обронил? Немного отваги. Разрешите клык Воя. Теперь я могу квесты такие. Они отображаются у меня? Отображаются. Круто. Клык, давай посмотрим. Ещё интересно. А я мог его найти? Например, сейчас увидим. Если он здесь есть, то мог ли я его найти? До того, как поговорил с этим... С Мокки. Мокки. Со храбрецом. Клык. Клык. Ну, тут где... Вот здесь мы с ним сражались. И клыка нет. Пойдём посмотрим. Может, где-то дальше есть. Так что, я уже не запрыгиваю. Давай, Варе... Вот, хорошо. Хилок, кстати, здесь много. Так. Э? Не обрывайся. Клык. Ух ты ж, ёпта. Ещё что-то нашёл. Клык Воя. Предмет для задания. Отличный трофей для храброго Мокки. Не знаю, почему он там валяется. Немного отваги. Да. Открываю. Вот так делаю. И смотрю, что насчёт предметов. Предмет для задания. Предмет для задания. А, мне нужно найти способ вернуться ещё. Там я не вернусь. Тихо. Сюда. Да, всё. Возвращаюсь. Нормально. Ой, 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 ой. Мы как-нибудь таким своим путём пойдём. Я заметил то, что музыку, которая была в первой части, её оставили, но её изменили. Какой классный подход к этому. О, настоящий клык воя. Теперь-то уж никто не будет смеяться над Мокком-храбрецом. Это тебе. Я не только храбрый, но ещё и щедрый. О, мне что-то дают за это. Горликова руда. Вы нашли руду. С её помощью искусный мастер сможет что-нибудь починить. Починить? Мне что-то будет ломаться? Окей. Классно. Всё, возвращаемся обратно. Возвращаемся куда? Ой, это что такое, кстати? Храброе дело. Мок-храбрец обзавёлся сияющим клыком. А здесь выполнены задания. А, окей. То есть, так я могу отслеживать, всё ли я выполнил или не всё. Да, мы сейчас сразу посмотрим, куда нам идти. Сейчас вспомнил. Нам всё в эту сторону. Это что? А ты был таким сияющим? Рывка ещё не хватает. Для полного ускорения. Какого ли это было? Без рассудства. Без рассудства. Получили у вас духа, с него наносите и получаете... Наносите и получаете больше урона. Следующий уровень. Следующий уровень? А, я их прокачиваю. А как мне их прокачивать? Кто-нибудь знает, как их прокачивать? Подскажите в комментариях, а? Чё-то я не понимаю. Чё, я на камень встал? Ничего не понял. Ладно. Типа, древоумений... Ещё в первой части я сразу понял, как им пользоваться. А здесь чё-то не понимаю пока что. То есть, я прокачиваю предметы. А что-то я подходил? Чё? Другое место? Я же здесь был уже. Нет? А как я пропустил это место? Поглотить. Сюда камень упал. Восстановление. Удерживает... Жизнь, притрати энергии. Давай. Так. Восстановление внизу. Вот так. Нужна энергия. Вы исцеляетесь энергией. Ну ты какой-то треугольник. И чё? Так. Я бы хотел получить урон. Вот чего-нибудь. Чтобы проверить, как это работает. То есть, я буду тратить свою энергию на... Хилку? Да? Вот карта, например. Видели? Она сейчас долго открывалась. Так, давай. Ну-ка, домашний. Точно. Вы же можете так с одного прикосновения. Ой, синяя. Это мне энергию установит. Тихо. Я хочу. А как мне? Эй, я хочу ее. Да, не дотягиваюсь. А, смотрите, что делаю. Вот так. Ого. Нифига, круто. То есть, я могу себя подхиливать. Вау, это классно. Все отстанет от меня. Здесь я был, да не был. Был, да не был. На, в любом случае, наверх. Мы посмотрим. Сейчас сходим к этому. То ли торговец, то ли кто это. Сейчас узнаем. Сможет ли он мне что-нибудь сделать. Солнце вышло. Погоди секунду. Только не говорите, что здесь еще погода меняется. Я бы тогда вообще в шоке был. Но, наверное, это не так. Здорово. Какой ты странный. Люпа. Приветствую. Я Люпа. Выдающийся картограф. Ну и боя тут разбушевалась. Жуть. У меня аж карты промокли. Отдам за полцены. Говорят, ты ищешь пропавшую подругу. Подругу? Подругу. Ладно. Для ипосков тебе понадобится карта. Не желаешь приобрести эту карту? Без крайних болот за 50 искр духовного света. Конечно. Благодарю. О. Это черниль не топишь, что ли, до сих пор? Интересненько. Так вот это я не исследовал. Ладно, я потом все вот эти места исследую. Потом обязательно пройдусь. Ой, тут даже фон есть. Круто. А, тут прям, да, смотрите, фон прослеживается. Как выглядит. Удобно. Так, и получается, как мне идти? Мне идти вот туда. А вот это что? Не-не-не, я же могу как-то взять и... Отображать задание. Отображать. Все. Тихо. Отображать все. Напомните мне, как это сделать. Ольф-центр. Вот, светилище. Какое светилище? Древо предков. А даже они тут сразу показываются. Круто. Сначала тогда пойду в светилище, а потом в древо предков. Мне просто интересно, что это. А еще что-нибудь продаешь? Ничему нельзя верить. Ничему. Вот, например, эти топи зовутся чернильными, так? Ну, я решил набрать тут воды, чтобы чертить карты. Так, только хорошую бумагу зря взвел. А еще что-нибудь будешь говорить? Ну, и как тебе этот пернатный путник? Он зовет себя Током. Когда-то Ток был замечательным картографом. Пожалуй, лучшим из лучших. Он многому меня научил. Правда, слишком любит слухи до легенды. Застрял в прошлом. Я вот считаю, что за составлением карт будущим. За составлением карт будущим. Ты уж мне поверь. Я свою устаревшую карту на растопку пускаю. То есть он их заново рисует. Ладно. Может быть, они что-то еще могут сказать, но я пока не буду слышать. Я пока хочу узнать, что это за светилище, и что еще за древо предков там есть. Могу себя подхиливать. А, наверх? Нет, не здесь. Еще более раньше. Так. Ну, кстати, он мне не дал выбора, типа, что мне делать. Тут тупик, вот сюда и пойдем. Типа, что я могу купить, что не купить. Он мне предложил, я взял. Как бы вот и все. Опа, что-то... С ним получаете меньше урона? А, ну конечно. Конечно, давай. Меньше урона. Магнит. Клей. Ну, клей уберем тогда и поставим меньше урона. Это будет у нас компетировать то, что я взял. Типа, получаю и наношу больше урона. Теперь я только наношу больше урона. Ой, блин, я же не скажу. Я уже и забыл. Я просто помню то, что раньше... Он это... А-а-а, я по ним и бегать теперь не могу. Блин, слушайте. А реально только три? А есть какой-то перк, чтобы у меня было больше предметов, например? Блин, фигово. На самом деле очень полезная штука. Давай мне тогда... Уберем стойкость. И поставим клей. Потому что, ну, ползать это реально полезная вещь. Не знаю, типа, мне она нужна. Не знаю, как вам всем. Вам наверняка не нужна. О-о-о. Нифига тут. О! Обезьяна! Или кто это? Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем переколепии. С тех пор, как колеса строили... Старые мельницы становились... Прошли... Пришло и ушло целое поколение морки. А еще говорят, что внутренне... Че за херня? Та фак? Крик? А надо, что я здесь забыла. Почему же она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты. Ты ему хеня обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло. Дело в том, что я оружейный мастер. Не желаешь отличить свои навыки? На первую покупку действует скидка, так что выбирай с умом. Во! Все, выбор есть. Покупку... Это кто был? Крик? Крик? Похоже было на сову. Как на это, Куру. Турель. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Как Сэн, типа, только автоматически. Звезда духов. Выбросите перед звезду, и она возвращается к вам. Сюрикен, типа? Бумеранг? Пламя. Вы поджигаете ближайших врагов. Шипы. Выпускайте мощное световое копье. Для этого нужно много энергии. Разрушает неустойчивую почву. Удар духа. А, 400 у меня ровно столько. Это еще и со скидкой? Ого. Сокрушите врагов сильным размашистым ударом. А как он действует? Мне посмотреть. Ну смотри, вот это тоже классно. Вообще, вообще классно. Копье световое. Блин. Ну я хрен знаю. Это вообще прикольно. Ага, вкачать. Давай его. А что, подожди, что это было? Турель, звезда. Давай вот это. Используя новое навык с умом, получить следующий будет куда сложнее. Если захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть светилище Дуб. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой еще встретимся. А до тех пор, держи оружие наготове и не спускай глаз с неба. Чернильное светилище. Так, копье. Шип. Это еще что было такое? Это что за херня такая, Ори? Ты что натворил? Как она работает? А, нифига, она 2 требует? А что так много? Я не думал, что буквально много энергии. У меня всего 3. Это что такое? Как этим пользоваться? А, для хила мне тоже больше нужно одной. Ну ладно. Так, ну теперь будем тогда фармить. Теперь это имеет смысл. А еще я умру сейчас. Хочу на врагах проверить, как это работает. В святилище духов я хочу посмотреть. Где вот оно? Вон он там. Это что такое? Слух? Офер утверждает, что чернили топи уходят. Возвращаем кулка и святилище. Слух. Можно так пройти, можно так. Ну давай здесь, здесь короче вроде. Ого, чуть не задел. Быстрее хилимся. А, черт с тобой. Оу! Сдох? Сдох. Все подобрал. Все подобрал. Не так-то много за них, кстати, дают. Мне почему-то казалось, что это в первой части было. Хорик, что ты делаешь? Нифига ты раскрутился. А, раскачайся с помощью... Слышать прыжок с размахом. Ага. Охо, круто! Прикольно. Так, сломаем. Как бы мне проверить и на чем? О, я так и знал. Вот на тебе. Давай. О, нихуя себе. Конечно, круто, но он даже не убил до конца. О, я помню эти штуки. А еще на них можно было выше прыгать. А сейчас без разницы, они одинаковые. Видимо, разработчики поняли, что с двойным прыжком это глупая затея. Правильно иду, нет? Неправильно? Не вниз? Подожди, я хочу вниз ходить. Мы по квестам еще сходим, этим, по основному заданию. Я хочу увидеть, что внизу. Вот сюда. Кто это? Он что-то боится. Выглядит прикольно. Я бы хотел себе такого питомца. Ну ладно. Раз мне не позволяют туда, то пойдем туда, куда нам надо. Камка, я там забирался. Вот так, да? Опа. Ай, упал! Нормально, не ссать. Так, еще раз. Я же так забирался, правильно? Все, и лезь наверх. Вот удобно лазить вверх. Я вот что хотел сказать. Нам туда. А я бы сюда вообще смог запрыгнуть, если бы не в двойной прыжок. Тоже вопрос. Заебись. А я типа должен был получить урон, да? По иначе никак. Прикольная механика, кстати. Типа с раскруткой. Выглядит классно. Но хилиться мне не надо. У меня и так все есть. То есть мне еще придется выбирать, что поставить себе из всего вот этого. А его, наверное, тут очень... Сколько его будет? Смотри, раз. Здесь, наверное, два, три. Ну что... Блин, двенадцать, наверное, здесь будет. Нихуя себе. О, я помню, что-то таких. Ни фига себе. А как... Как опьем правильно пользоваться? Можно управлять или что-то типа того. Потому что я что-то не очень... Вот, например, смотри. Давай вверх. Можно! Все. Вопрос исчерпан. Управлять копьем можно. Вот и будем управлять. Так, ну мы еще ищем ножку. Мы, Боньки, знаем, где упала собушка? О! Недалеко от дома, который мы покинули. Тихий лес. Жуткий лес. Нас возвращает в прошлое, да? Возьму печеньку, если он не против. Сам себе скажу приятного аппетита и сам себе скажу спасибо. Какое песочное печенье. Ну, такое жесткое. Какое-то яйцо. Хижина. Чья хижина? Их хижина. Поймай перо, не упускай. Ты че, перо матери твоей. Кволок добрый. Кволок поможет. Ммм, спасибо. И что это? Так странно поверхность воды выглядела. Наверх. Окей. Подожди. Это че, не камень? Это что, существо? Ядрить в корень. Мне страшно. Вы же тоже видите лицо, да? Я тоже его вижу. Че-то подсвечивается. А, это я свечусь. О, привет. Взгляд кволоком дает лишь... Пойдет лишь на достойного. Ну, так гласит легенда. Это, конечно, не кволок, а просто статуя. А, да и глаз у нее нет. А раз так о куком взгляде идет речь, тоже не легенда. Эх. Ты че? Это никакая не легенда, этот кволок. Он и впрямь существует. Когда свет покинул Иву духов, и начался упадок, кволок не опустил руки. Вскоре в лесу, где жили Моки, стало слишком опасно. Если бы не кволок, им бы просто некуда было пойти. Поэтому они зовут его Хранителем. Благодаря ему упадок сюда. Пока не добрался. Но это пока. То есть он защитил их? Ой, блядь. Ладно. Я нечаянно это сделал. Обратно вниз? А, вода ушла? Окей. Допустим. Че еще скажешь? Странно. Буквально секунду назад вода здесь определенно была гораздо выше. Нынче другого и не жди. Все меняется, меняется к лучшему. Хех. Забавно. Слушайте, у них так неплохо фразы сделали. Ладно, пока закончим на этом. Кволок, кволок. Хорошо. На этом пока заканчиваем. Увидимся в следующей серии. Не знаю, буду ли я сейчас продолжать еще или нет. Видимо, уже не буду, потому что не успею. Продолжу как-нибудь потом. Но в любом случае, серия будет поочередно выходить, поэтому долго ждать не заставлю. Так что все. Давайте. Всем удачи, всем пока. Блядь, я уронил свой телефон. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Не, вроде ничего. Он упал на ковер. Ладно, все.